Доброе утро, мои любимые! Доброе утро, мои дорогие! Как всегда, начинаю свой пример актуаль. Сперва волосики потрогаю, потом очки снимаю, потому что, думаю, вообще себя не вижу, девочки. Сегодня я хочу... Короче, говорю, девчата. Позвонила моему племяннику, я же каждый день с ним общаюсь. А вчера не звонила. Думала, да, сам позвонит. Но, как всегда, девочки, вы же понимаете, ему до меня дела нету, думаю. Такая думаю, вау, тоже мой племянник такой странный. Подождите, чуть-чуть вот так спущу. Вот так. Думаю, какой он тоже странный, мой племянник. Не позвонил, ничего. И совсем поздно, совсем ночью поздно я ему пишу, где ты? И он мне такой фотографии отправляет, где он там лежит. Я сперва не поняла, что он так лежит. Я говорю, что ты? А он такой, мне вчера, говорит, это делали. Жидкость ему вытаскивали с колена. У меня же у племянника проблема с коленой. Два шприца, говорит, здоровых. И я ему говорю, ну, Адам, сынок, потому что у меня же муж тоже через это прошел. Адам, сынок, ты понимаешь, говорю, дело в том, что ты, говорю, не отдыхаешь, говорю, надо отдыхать. Я тебе сколько раз об этом уже сказала. Лежать надо, отдыхать. Он такой, ну, а кушать кто будет делать? Это кто будет делать? Мне же это, ну, дедушка не может. И я ему говорю, ну, если только из-за этого я тебе могу каждый день кушать относить, проносить готовое. И он мне такой, девочки, такой тоже из себя такого тупого ставит. Знаете? И мне такой, говорит, да? Я говорю, ну, а что, я до этого не носила, что ли? Я же себе проносила всегда кушать. А что ты сейчас такой, какую тупизну, блин, мне здесь огородишь? А он такой, ну, хорошо, тогда, говорит, завтра, говорит, что-нибудь приготовь, принеси мне. Ну, так, хороший ножик. Вот этот, наверное, тонкий, чтобы порезать. Вот курицу купила, девочки, он же любит курицу. И, девчата, вот такие. Это баранина. Вот, посмотрите, какой этот из-за он тоже очень любит. Он же такой ревнимый у меня муж. Мол, если я делаю племяннику что-то вкусное, да, то, что он любит, да, значит, моему мужу тоже надо сделать. Ой, эти мужчины, девочки, это же кошмар. И вот сегодня проснулась, девчонки, я вам одну вещь скажу, ни за что не покушайте на ночь арбуз. Я вчера арбуз поела, я всю ночь вставала сыкать, всю ночь, девочки. Наверное, через каждый час. Вообще, как пьяная утром встала. Думаю, какого хера, больше такого не сделаю. Арбуз тоже как будто был такой, ах, такой был арбуз беспонтовый, блин. Какого хера я так на него напала вчера. Вот, говорю Истывану, Истыван, ты занят, не занят? Он такой, что, я говорю, пойдем завтракать вместе. Он такой, хорошо. Такой, хорошо, идем. И теперь я ему говорю, сейчас, говорю, зайду в магазин, все же надо, девчонки, вот у меня жизнь, все же надо вот так, девочки, понимаете, всем угождать, всем надо угождать. Мне угождать не надо, девочки, всем надо мне угождать. Говорю, я это, хочу, говорю, Адаму, говорю, капусту потушить, говорю, с курочкой. Девочки, никогда не делала с мясом, вот так, этот. Чуть-чуть сделала, уже такой остренький стал. Никогда вот так с мясом не делала. Сейчас курочку. Знаете, я сейчас на программу снимаю, девочки, и вот хочу руки свои показать, и не получается, только рожа, блин. Потому что туда-сюда хожу, не хочу телефон трогать, да, вот хочу, чтобы он сам за мной следил, но это такая программа, вы, наверное, знаете, чем мне вас там учить, что ли. И вот, чтобы программа вот так была, надо сделать так, чтобы... Ну вот, короче, не показывать руки. Ну, курочку размельчила, я там купила пляшки, чтобы сочная была. И вот сейчас брошу в кастрюлю, уже здесь греется она, наверное, она уже горячая. Оно... Чуть-чуть оливкового масла, девчата, ну, совсем чуть-чуть, такую щепоточку, короче. И курочку. Заброшу. Пускай чуть-чуть тушится. Чуть-чуточку, девочки, я сейчас как набухала, ну, наверное, две большие столовые ложки. Хорошее масло я покупаю, оливковое. Вот так. Сейчас газ подняла. Не газ, а вот это электричество. И пускай потушится. Сейчас морковка, лука нету. Морковку тоже... Резать, наверное, не буду, наверное, через этот... Через эту пиндюрку, короче, этот... Как его там называется? Блин, девчата, не русский, не испанский, короче, толку нету с меня. Через терку. Вытащу. Наверное, чесночок тоже добавлю. И все. И потом пойду... А, мне есть, это вам говорит. А, будешь капусту делать? Я говорю, да, буду капусту делать и понесу Адаму. А здесь, девочки, вот, дорогу перейти чуть-чуть, ну, наверное, пять минут ходьбы. Если шустрым шагом, пять минут. А если спокойно, ну, наверное, минут семь-восемь до дома, где Адамчик этот живет. И он такой, тебе же нельзя тяжело мить. Я говорю, ну, там я чуть-чуть капусту только потушу, что там тяжелое. Он такой, я тебя знаю. Сейчас и дедушке, и ему, да, там будет нормально и этому щедрому, и щедрому еще. Еще за свет тоже прошел. В этом месте 60 евро прошел за светом. 57-58 что ли. Сейчас за свет тоже отдам деньги. Адамечку. Пускай отцу передаст. Вот так. Ой, девчата. Моя дочка вчера такая довольная. Я ей ночью говорю, дай поцелуйку. Она такая дает. Я говорю, спасибо тебе, доченька. Она такая, за что, тетя? Я такая, за то, что ты сегодня такая хорошая была. Так, мне надо, знаете, девочки, что у меня есть такая железная мясорубка. Я из Махачкала ее привезла, хотя она и тут продавалась, а я даже не знала. Сейчас я ее промельчу. Там, где у меня этот есть, там мне нужно поставить эту железную мясорубку. Вот когда вот такое, знаете, раз так через мясорубку и моим животным. Они так любят этот морковку, очень любит павлин. Я все время, когда несу, он прям бежит к морковке. Он любит ее. вот так промельчу, пускай спокойно, хорошо поедят. Так, так, мне интересно. Давайте я попробую вот так. Вот так снимать. а оно вот так снимать. Так. Вот так. Оно все равно не получается. Не знаю, почему. Может быть, не подальше и вот так, а подальше только какой. Ну, не знаю, девчонки, вы напишите мне, как вам устраивать. Нет. Ой, девчонки, я не знаю, уже вроде бы вот в этом сентябре будет 4 года, как я на канале, да? Ну, почему же я такая вот какая-то вот ненормальная, не как все, да, блогеры, да? Вот все блогеры каждым годом чему-то новому учатся, да? Какой каждому году, девочки? Каждый раз, да, чему-то там новому учатся. А у меня просто, девчата, поймите, у меня даже времени нет вот, смотреть вот, как это, как то, понимаете, нет у меня времени, я вам серьезно говорю, не потому что я такая деловая или еще что-то, у меня просто очень много забот, девочки, все на мне, понимаете? Вот, вот в доме, да, вот, вчера цел, девочки, вчера вы просто не представляете, сколько я времени отдала этому, стиралке, я там какая-то она на вещи погладила, а у меня еще сушатся вещи, это тоже надо гладить, может быть, следующий ролик заглажку сделаю, кому не нравится, не смотрите, сразу предупреждаю, есть люди, которым это не нравится, да, у меня еще здесь окна надо помыть, а вечером я еду к животным своим, понимаете, потом еще вот это, короче вот так, да, вот тот день ролик делала, девчонки, я так разозлила сама на себя, вот так разозлила сама на себя, я не знаю, то ли микрофон сам по себе выключился, там животные, так они красиво пипикали, и все, да, а я, блин, девочки, это, не знаю, звука нету, не обижайтесь на меня, девчата, вот честное слово, я потом, когда уже монтирую, все, замечаю, я не знаю, как уже это исправить, понимаете, я уже думаю, ладно, уже оставлю так, да, но мне-то хочется делать качественные ролики, мне-то хочется делать душевные, не то, что душевные, душевные я и так сама по себе, это не получается, понимаете, или ты душевная, или ты недушевная, вот у меня такие хорошие зрители, вам низкий поклон, девчата, за ваше понимание, за ваше вот, что вы меня вот так ко мне относитесь, что вы меня поддерживаете, огромное вам спасибо, ребята, дай бог, чтобы это вам вернулось в 10 раз больше, потому что, я вот, не думайте, что вот, натяп-ляп-насмотри, нет, девочки, я все делаю от души, мне все хочется сделать от души, но иногда такую, блин, ну как я могу не посмотреть, что это случится, а, это мой, но не знаю, девочки, я не заметила, понимаете, что там звука не было какие-то 2 минуты, потом, когда вот дождь был, тоже в конце, я там вам такие пожелания хорошие делаю, и ни хрена не слышно, потому что, не знаю, вот я же вот так не надеваю иногда, понимаете, девчонки, мне вот, мне вот неудобно, вот так, здесь еще свет горит, а его тоже заряжать надо, понимаете, он там на 4 часа, что ли, или на 8 часов, что ли, я уже сейчас не помню, да, и его нет, нет, заряжать надо, а я думаю, ну сегодня сняла чуть-чуть, что я там сняла, там, завтра еще сниму, там, а он, оказывается, без зарядка остался в конце, девчонки, я так думаю, или он там где-то остался, и потому что я много раз вот так беру, его, и вот на телефон цепляю, этот, а иногда вот так в руках держу, да, чтобы его видно не было, и хожу туда-сюда, и разговариваю с вами, и все, и, видать, я его там на улице где-то оставила, дождь такой, а я там вам что-то говорю, говорю, и ни хрена не слышно, вот так, понимаете, я вот в каждом своем ролике, в каждом девчонке, вот как бы вам там не казалось там, я просто свою жизнь говорю, я с вами общаюсь, мне это так нужно, девочки, понимаете, это же, это невозможно делать ради чего-то, это только делаешь ради своей души, и все. Есть люди, которым это не нравится, там, одна мне написала, я от вас отписываюсь, у нас у всех кредиты есть, не могу поздравить, но есть многие люди, которые нету кредитов, которые по своим положениям говорят, нет, вот умные люди, которые говорят, нет, я соберу, я сделаю, если нет, нахер мне не надо, умные люди, не такие, как я, дура, которые все хотят, а денег ни хрена, и вот лезет, куда ей не надо, как я, такие люди тоже есть, сейчас капусту порежу, девочки, ой, девчата, вы не представляете, да, вот у моего, у моего щедрого есть родная сестра, вот живет, девчонки, вот просто через дорогу, вот через дорогу, девочки, и я вот не знаю, девчата, как это сказать, я просто, я просто в шоке, девчата, вот заходишь к моему сейчас, к моему племяннику, там мусорное ведро, просто вываливается от мусора, просто вываливается, девочки, говорю моему племяннику, сынок, ну неужели ты этого не видишь, и главное, мой же сын такой чистоплотный, девочки, я это точно знаю, ну потому что я по нему вижу, да, когда он сюда проходит, он вот так все смотрит, он мне говорит, ой, кафель какой чистый, ну, значит, замечаешь же, и я ему говорю, вот захожу к твоему дедушке, девочке, там такой запах стоит, там у него собака, у деда, там такой запах стоит, просто невозможно, девчонки, прям глаза режет, да, главное, ты заходишь сразу так, а потом сидишь, сидишь, как-то, наверное, принюхиваешься, сейчас-то мне хорошо, сейчас я запах не чувствую, я же не могла там сидеть, девчата, вот от этого запаха, и комната открыта, и все открыто, а запах не уходит, понимаешь, понимаете, не уходит, он уже пропитанный, вот от этой собаки, от этого, и главное, его дедушка каждый день пол моет, и все, да, вот когда бабушка Адамочка жила, какая женщина, какая чистюля, девчата, как все было аккуратно, как все было чисто, а сейчас и говорю я Адаму, ну вот у меня, например, был бы вот такой отец, как вот у этой девчонки, да, вот я же говорю, Бог дает, Бог дает, вот в Испании есть такая пословица, Бог дает салфетки, у кого соплей нету, у кого соплей есть, никогда салфетки не будет рядом, вот так, да, вот прям тютерку в тютерку, девчата, за, за, вот за это все, да, потому что, ну это же твой отец, ну как ты не придешь, не посмотришь, что он кушает, что он не кушает, что там мой сын может приготовить девочке, в тот день он там яичницу сделал, ему, его дедушке 84, 85 что ли, да, тоже взрословатое, нет девочки, он говорит, ты что, она приходит, она как чужая, у нее еще такая рожа, он так придет, а, он говорит, я с ней даже не здороваюсь, тетя, я говорю, серьезно, он говорит, серьезно, мне она нахер не нужна, я с ней даже не здороваюсь, я говорю, почему такое неуважение, он говорит, она этого заслужила, потому что она с детства его обижала, понимаете, а уже обидеть-то не может, бабушка Адама, бабушка Адама, и я, моя сестра работала, когда я могла, я всегда приходила, забирала племянника моего, всегда девочке я там была, с одеждой помогала, с памперсами, моя сестра не может сказать, вот что не может, то не может сказать, что я не помогла, что я не одевала их, что я их не обувала, что вот кайтаночку, что его, финансово я во всем, во всем помогала моей сестре, просто во всем, девочки, потому что кроме нее у меня никого нету, а кому я буду помогать, если не ей, вот ей и моей матери, я ими и жила, девчата, это, конечно, была моя ошибка, я это знаю, вот знаете, девчата, вот я с одной темы на другую тему, да, но я хочу вам сказать, многие люди говорят, ой, я так свою мать люблю, я там это, нет, девочки, у меня жизнь начиналась, утро начиналось с мамой и заканчивалось с мамой, я только, вот сейчас начну, и поэтому не могу, я вот не могу, о ней без слез сказать, девочки, это такая любовь, у меня до сих пор к ней такая любовь, это просто, это просто невероятная любовь, девчата, я свою маму на руках бы носила бы, и носила, конечно, я мечтала, чтобы она с ней ничего не стала, чтобы она вот, ну, пускай лежала бы, да, вот, пускай была бы лежачая, но пускай была бы живая, хоть 20 лет, девочки, хоть 40 лет, вот я вам честно скажу, вот это я, вот как есть говорю, я мечтала об этом, чтобы она вот осталась жива, понимаете, я так хотела, я так хотела маму девочки, я как раз вот, когда она лежала, я могла всю свою любовь ей подарить, все ей подарить, потому что она же такая была властная, девочки, и иногда я вот многое, что хотела, да, вот, и не могла, а вот когда она лежала, девочки, она почувствовала, что она никому не нужна стала, да, и она вот как-то чуть-чуть, и то бывало такое, говорила мне, бедная, подожди, я встану, я тебе порожено даю, я говорю, мама, лишь бы ты встала, да хоть ногами бей, я не знаю, мне так интересно, она хоть узнала, что насколько я ее люблю, наверное, узнала, потому что она же мне сказала, если со мной что-то случится, я знаю, веди себя нормально, гоня, я знаю, что ты, а что ты такая эмоциональная, все, ничего страшного, там одна девчонка, говорит, умерла, маленького ребенка, восьмимесячного, семимесячного ребенка оставила, а у меня дети уже взрослые, я спокойно уйду, если даже уйду, вот так она мне сказала, значит, она чувствовала, что мне будет плохо, и вот так же бы я, наверное, не своего отца бы любила, просто мой отец, девочки, слово только отец, понимаете, он не дал нам ни любовь, знаете, вот хоть бы финансово, да, помог бы моей матери, да, даже не, нам, ладно, помог бы, это получалось бы, да, так, ничего, девчонки, ни финансово, ни морально, ни физически, вообще никак, его просто не было, на словах девочки, ой, мой муж, только на словах, девчонки, понимаете, только на словах, вот у меня замечательный муж, момент, на какой момент, телефон остановился, ой, кошмар, и вот, я даже не знаю, на каком моменте, я остановила, девочки, представляете, какой дебильная программа, но это не программа, Байну, Байна, сейчас, говорит, я тебя увижу, хорошо, я ему говорю, сладкая капуста, хорошая капуста, она такие вывороты делала, тетя Адамочка, да, она такие вещи обидные, говорила моему племяннику, не очень-то ты похож на наших, угораздила же моему брату, жениться на иностранке, вот так моему племяннику, девочки, моему племяннику, представляете, и мой племянник уже говорил, такой тоже смешной, он же там вырос, Адамчик же там, все детство проходил, пока мама работала, они же, они же щедро вместе работали, на одной фабрике, и она когда проходила, он говорил, ты что пришла к нам домой? И она такая, это не твой дом, это не твой дом, вот так говорила она, он такой говорит, это еще как мой, это еще как мой, не надо сюда приходить, мы тебя здесь не любим, и она такая, это мы тебя тут не любим, и он говорил бабушка, бабуля говорил бабуля выгони ее выгони ее, не пускай ее вообще сюда но это когда он совсем маленький был а сейчас говорит она приходит говорит тетя, ты не поверишь, я наверх поднимаюсь говорит и все но она так редко проходит и вчера мы идем в Меркадоне смотрю она стоит она еще такая девчонки отвратительная отвратительная может быть потому что у меня такое мнение о ней вот так всегда лицо тоже сделает вот так я ее не взлюбила за то что она вот так относилась к моей сестре к моему племяннику, понимаете пройдет на день рождения это что? а моя сестра там голубчики сделает там холодец делает ну самое такое знаете девчата надержание Адамчика надо было мне сказать хиар! вот что! я это вот который корень остался своим вот так через тюрочку сделаю своим золотым я так соскучилась по моим курям девочки, вот не поверите я по ним скучаю это хочу их увидеть как они интересны но они во мне нуждаются как-то знаете у меня такое чувство вот я же их взяла сама, да вот у меня такое вот ощущение, что вот под моей опекой что ли они и вот мне обязательно нужно как-то вот позаботиться потому что они от меня зависят вообще я люблю заботиться о своих, да вот так я никогда не делала вот так капусту девчонки, да и вот не знаю я думаю, что вот так сейчас и потом чуть-чуть наверное водички или водички даже не надо наверное капуста сама даст воды не знаю сейчас посмотрим девчат сейчас закрою крышкой у меня еще капуста есть сейчас чуть-чуть вот так помешаю потом вам конечно покажу результат девчонки я так рада что моя дочка тоже любит капусту я в этом еще сливочное масло кусочек кину тогда всю капусту уже закину томат наверное сюда не буду я не знаю почему наша мама никогда вот нам вот капусту не делала вот картошку жареную редкий случай она только на завтрак нам картошечку да вот могла сделать макароны не делала это же такая дешевая еда вот почему не знаю девчат моя мама наоборот все такие сложные какие-то эти а нахер надо потому что вот чем проще девчонки тем больше я люблю у меня еще здесь столько вот я еще из капусты вот капуста вот в Украине очень часто делают горошек капусту лук чуть-чуть майонез вот когда вот Андрей со своим братом со своими там друзьями шли ихние жены всегда приносили вот такой салатик мне он так нравился и я как-то вот от них научилась тоже вот это делать у нас у нас так капусту только вот на борщ я очень редко вижу на столах у нас вот или соленую капусту у нас ой соленую капусту тоже очень люблю девочки девчонки я вчера болгарском магазине увидела в банках листья виноградные надо купить сделать я ни разу не делала им голубцы из виноградных листьев посмотрим что они скажут ой наверное они поедят но я чуть-чуть сделаю чтобы они так этот потому что на всякий случай да девчата они же такие у меня сложные насчет таких вещей мой муж если никогда не ел блюда да вот очень сложно ему это как-то вот преподнести чтобы он поел так что к часу будет у меня еда готова пойду отнесу вот это Адаму вечером не знаю супчик наверное чем такое сделаю жидковатое ему понесу вот эту неделю буду ему таскать пускай отдохнет и покушает хорошенько он раньше ничего не просил видать он у своей невесты ходил кушал а дедушки там сам готовил хотя он я удивляюсь я думаю что может быть и нет потому что сколько раз я ему говорила приходи ко мне поесть приходи сюда покушать он говорил нет не могу а дедушка а дедушка его дедушка тоже постоянно как у меня увидит начинает вот я уже к жене своей хочу такие всякие вещи начинает говорить я уже устал я тут никому не нужен конечно Адам уходит со своими друзьями сын его уходит вообще там знаете никто с ним не считается никто с ним не сидит не лялякает а ему нужно понимаете ему нужно с кем-то общаться он же всегда со своей женой был у него такая жена вот его жена всегда его поддержала у них такая любовь была между прочим вот я никогда не видела чтобы они ругались девочки вот в каком смысле чтобы какое-то какое-то лицо друг другу поставили не то что моя моя свекровь моя свекровь все время недовольная своим мужем все время девочки сейчас я вам за свекровь мою расскажу моей свекрови больше 85 лет ну наверное 87 ну хоть она говорит 85 ладно 87 88 я так думаю она уже 34 года на 85 осталось вот девочки вы мне говорите да там она уже взрослая ее надо ей надо помогать ей надо прийти и там и помочь там и убраться там и кушать готовить девчонки вы че она не она не пустит она никогда этого не допустит вот ты к ней домой идешь ты попробуй встать холодильник у нее открой она обидится ты должна у нее разрешение спросить мама можно открыть вот эту полку и взять стакан я хочу воды и она тебе скажет вода вон там лежит возьми она мне она говорит это моя смерть если кто-то сюда придет меня указывать мне указывать она же упала помните девочки и ее дочеря решили ей помогать а там такой скандал получился девочки вы че она как начала вы что считаете что я уже инвалидка что ли выгнала их всех я сама понимаете моя заловка проходит к ней 8 часов а уже в доме все пропылесосено все сделано когда она сама встает сама по себе она встает где-то пол девятого вот так они просыпаются да моя заловка проходит и говорит мама ты что она такая буду я тебя ждать она вот такая девчонки понимаете это очень сложно сказать как вы вы просто не понимаете то что я хочу сказать и она и она мне говорит пришла помочь мне а то она не знает что я женщина своего дома она мне говорит указывать они мне будут сейчас они там будут пылесосить там будет пылесосить мне не надо я сама еще в состоянии все сделать они из меня инвалидку хотят что ли сделать они хотят из меня ноль сделать хотят сказать что я уже не хозяйка своего дома они хотят здесь хозяйничать я так себе сразу выводы сделала думаю о-о этой женщине не так не так легко угодить понимаете что я вам хочу сказать вы думаете вот знаете есть же такие которые вот как моя мама я вот к ней домой приходила я запросто могла любую полку открыть любую стряпню сделать убраться прибраться что что я хотела то я и могла я себя чувствовала что я не пришла к маме домой я чувствовала что я у себя дома хотя я у своей матери дома да и когда я говорила я у мамы и мама моя обижалась как это ты у мамы ты у себя она говорила мне я говорила мама я же не у себя я же у тебя она такая как а это чье это разве не ваше вот так А мои заловки говорят, мы у родителей, и моя свекровь никогда не скажет, да, нет, вы у себя никогда не скажете. Она такая, это мой дом. Она сразу подчеркивает это, что это ее дом. Понимаете, девочки? Вы должны понимать, что не все мы одинаковые. И менталитет европейской женщины, это самодостаточная, лучше промолчу, а то если я чем-то скажу еще, как-то, знаете, девчата, еще получится не так, да, как-то и уверенная, девчонки, и независимая. Она независимая, понимаете, здесь женщины. Любая женщина, независимая, не хочет, понимаете, чтобы кто-то что-то ей в доме сделал. Вот я себе тоже вот не представляю. Вот смотрите, тот раз мой муж мне говорит, ой, Наталья, здесь столько много работы, потом тебе будет туда-сюда, может быть, потом как-то попросим помощи, наймем какую-нибудь девушку, женщину, наймем, чтобы приходила тебе помогала, там то и это. Девочки, я вот так задумалась, ну вот вы представьте себе, она будет видеть мою грязь, она будет видеть мое все. Нет, я не смогу, девочки, я просто не смогу. Вот как бы, чтобы не было, вот то, что успею, то успею, не успею, не надо, я сама буду все делать, понимаете. У меня не получится, вот как у других людей, которые говорят, да, пускай приходят, мне убирают, мне помогают. Это я должна быть уже совсем, чтобы я не могла, понимаете, что вот ну совсем немощная быть, чтобы вот она пришла там, увидела мое грязное белье. Вы представляете, почему-то вот сразу у меня вот это проходит, мое грязное белье. Хотя, можно же без белья, можно же сказать, белье не трогай, сделаем не то, но что она будет делать? Если я не хочу, чтобы она мне кровать сделала, потому что я не хочу, чтобы она видела мои прустыни, например, да, что-то как-то, ну не так. Если я не хочу, чтобы она видела мою грязную посуду, для чего мне ее звать? Чтобы она мне окна помыла, что ли? Окна в месяц один раз мне муж может помыть. У него же мастерство на окон, он же закончил окольщик у меня, ну мыть окна, да. Как-то вот так, девчата, понимаете, что я вам хочу сказать? Но это я сейчас так думаю, завтра посмотрим, девочки, не знаю. У меня тоже бывает такое, что я могу мнение поменять. Понимаете, это зависит тоже от... Это я моим курочкам вот так потру. Какая я болтушка, да. А с кем мне разговаривать? Я же целый день молчала, девчонки. Вот целый день я ни с кем не разговаривала. Понимаете? Я ему так капусту кину, они ее не трогают, девочки. А вот так через это сделаю, они прям нападают на нее. Вот так, девчата. Я теперь буду на своем канале Самвэль Ад. У меня же есть еще другой канал, девочки. Самвэль Ад. Оставлю я ссылку. Я буду теперь там сюжеты тоже делать, шорсы тоже делать. Этот, продвигать свой, этот канал. Там отдельные там. Вам пожелания отправлять там. Ну, такое, да, девчата. Вам приветики тоже передавать буду. Ну, такое, короче, хутур-мутур буду делать. Все сейчас шорты-шорсы. Помешались на этих шорсах, да. Я тоже хочу. А что, я лысая, что ли? У меня такие густые волосы. А ну, как ты там, моя капуста? Ну, вроде бы ничего. Вроде будет сочная. Так. Так, чуть-чуть. Это, 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 это такая хорошая эта. Знаете, девчата, не прилипает. Она хорошая. Я ее за 25 евро, что ли, покупала. Вот, на этом рынке. Еще чуть-чуть масла подсолнечное налью. Оливковое подсолнечное масло, девочки. Вот так. И сейчас сливочное масло тоже бухну. И чуть-чуть водички. Чеснок бухать не буду. Я вчера такой, такой супчик сделала для собак. Знаете, отварилась и косточки там, вынула, короче, мясушка. Вот так я туда вермишельки. Сегодня побалую моих собачек. Они, ой. Знаете, мои курочки, как любят спагетти. Не поверите, девчата. Я вам серьезно говорю. Прям обожают спагетти. Вот ни на что так не нападают, как на спагетти. Я говорю, много вам нельзя, потом растолстеете. А видели, да, моих маленьких курочек, девчат? Какие лопатусики. Как вам понравилось? Что-то вы мало мне написали о них. Так, девочки, я что-то борщанула, что ли, этот, с капустой. Ну, сейчас пускай попадает чуть-чуть. Вы же знаете, она отпускается. Такая капуста белая, красивая. Так, все равно я чуть-чуть водички налью, девчат. Я просто боюсь, да, что она не так потушится, как надо. И перчик потом. Но вареную тоже не хочу, хочу потушенную. Чуть-чуть водички вот так налью. Пускай она чуть-чуть опустится. Так, ну давайте еще чуть-чуть капуста бухну. Сюда, в середку. Вот так раз сделаю, растушую ее. Вот так. Сейчас везде будет капуста, только не там. Сейчас на это все смотрю. Аж борща захотелось. Девочки, я уже вспотела, представляете? Такую укладку сделала, все. Какого хера ты сюда вода вылилась? Так, подождите, вытру. Выключился огонь теперь из-за этого. Так люблю все аккуратно, но такая я свиня. Аккуратности грамм нет. Нет, я же не этот хотела. А вот этот. Вот так. Сейчас, когда закончится, я вам покажу результат. Девчата, я так сглупила с этой водой. Не надо было мне эту воду наливать знаете, туда. И знаете, я подумала, блин, парень такой здоровый. На одной капусте, что ли. Я ему здесь пельмени тоже сварила. Пускай хоть будут. Но зато на домашнем бульоне я ему сварила. Так, сейчас бухну сливочное масло тоже туда. Потому что, потому что вы же знаете, после капусты, как через какие-то 5 секунд уже обратно кушать хочется. Вот. Бухну я ему сливочное масло сюда тоже. Ой, девчата, я же вам говорю, я как белка в колесе вот так постоянно. Вот так постоянно. Вы просто не представляете, как я сейчас вспотела. Такая жара еще. Хоть они купленные, да? Но все равно они вкусные. Это куриные. Я люблю вот эти. Они большие. И они очень на домашние похожи. Потому что там мясо дохрена. Мне надо как-нибудь самой слепить. одна в одну получилась. Ни одна не лопнулась. В тот день захожу в этот магазин и говорю им, ну, я на на курином бульоне тоже сварила. У меня был куриный бульон. Я это сделала. так. Холодная вода тоже. Меня уже муж внизу ждет. Уже, наверное, нервничий. Я ему сказала. Так. Вот так закрою. Вот так. Сейчас. Так, это не очень свежее. Окно открыла. Девчата, сейчас, наверное, мухи залетят. Заверну. Вот так моему сыночку. Масло чуть-чуть. Как раз оно сейчас горячее. Вот так. Сейчас капусту все это выключу. В следующий раз я вот так не сделаю, девочки. Не поставлю я этот воды столько. Я борщанула с водой. А, уже вся вода ушла. Я люблю, когда она более целая, девчата. Ну, ладно. Зато от души и с любовью. А это самое главное. Так, их трое этому щедрому тоже. Дедушка там, что там, одну ложечку поест, девочки. Моему сыночку побольше мяса поставлю. Он любит. Вот так. Вот так распределю. и вот так. Ну, половина им, половина нам. Их трое, и нас трое. У него дедушка кушает, как кайтана моя. Так что, все одинаково. Так, крышку на всякий случай вытру. вот так. ой, девчата, сейчас вот пока я вас оставила, думала, все равно душа же болит, думаю, давай свеклу позвоню. Позвонила свеклу и говорю, как ты там туда-сюда? Он говорит, мусор иду бросать. Я говорю, а ты один, да? Он говорит, да. Я говорю, как мама? Он такой говорит, ахать и охать. И я ему говорю, ну ахать и охать, это нелегко, Давай, говорю, приду. А он такой говорит, эй, даже не вздумай сказать, что ты знаешь. Она меня, говорит, прибьет. Представляете, девочки, да? Так. Кейси тот день кайтаночка хотела. так, это вот так нанесу. Вот так, наверное, будет неудобно, горячо будет. О, попробую. А это, а это вот так. Так что, вот так, девчонки. Он говорит, тяжело, конечно, говорит. Она говорит, ночами не спит. Она говорит, под этими, ну под лекарствами, да, успокоительные, девочки. Она микрофон включила, да? Нет, мне будет так неудобно нести. Так что, отсюда вытаскиваю. Мусоркой такие все. Такое вообще не люблю я такие, все девчата. Я не знаю, как люди там умирают за него. Мне вообще не нравится. Так что, вот так, девчата, не думайте, что есть же вот такие родители, которые умирают, чтобы их дети пришли. Она, видать, от них устала, их же восемь было. Она ими наела, девчат. Она хочет быть одна. Ну вот так, короче, одеваю обувь, девчат, на мой вид. Смотрите, ну вообще, ну ничего, как я говорю, красоту никто не испортит, девчат. Иду к сыну, красная, как помидор. Так, все свои вещи. эти нитки. Подождите. Вот, я же говорю, девчат, что не ролик, то шедевр. Так, куда ты поворачивайся. Что не ролик, так шедевр. Так, забираю все свои вещи, наушники, на всякий случай. Если сын будет не против, девчата, я сниму его, тоже покажу. Так, не прощаюсь. Вот, девчата, пронесла. Он говорит, сейчас я не буду, это все горячее. Я ему говорю, почему ходишь? Он говорит, а что делать? Это, 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 фрегурифико, акиси. Смотрите, девчонки, что он купил, в холодильник ставить. Очень удобно. И, и, ты не грифу, акиси. Вот, я там, я не могу купить. Но сегодня еще более-менее. А я китай эту фрегурифику, а я китай, в фрегурифику, пойду. Я говорю, что у вас в холодильнике? Он говорит, ничего нету. Ну, как-то есть. Что-то есть, девчата. Я, говорит, ничего не покупаю. покупает мой, мой этот, печка чистая. Миро, это мой, лимпио, это тоже. Мой, пухло. Смотрите, я чувствую, это не пухло. Это не пухло. Это не пухло. Он говорит, это говорит, так завязано. Сейчас он покажет, как у него было. я жарил, и вот масло, говорит, сюда упало, говорит, на пол. Я, спотыкнулся и упал, говорит, и у меня, говорит, она, говорит, прямо с этого вышла. Ну, с места, говорит, вышла. Сейчас, говорит, я тебе покажу. Ну, он там в своем телефоне лазит, хочет фотографию показать. Девчата, зато смотрите, сколько вещей, чтобы убираться. Мой дедушка, говорит, покупает, покупает, покупает. Все у него для уборки. И полы помыли, знал, что я проду. Сейчас я вам зал покажу. Вот у него ванная. Девчонки, дом большой. А ну, а веренесение. Это, говорит, нормальная, говорит, это, говорит, хорошая, говорит. А теперь смотри, говорит, плохая. Смотри, говорит, как у меня, шишка была. Кошмар. Это, лавая. И, мать, мая, 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 дам, а вот, амин, фриска. сейчас придет кайтана со школы увидеть его тоже ягод очень горит хожу горит мало только говорит по моему дедушка он и воли маль анти воли яль перу а раньше город такой запах здесь был город сейчас хоть запаха нет он говорит собака так сумку куда мою поставить какой бардак везде девчата вот так девочки пришла увидеть моего моего племянника принесла ему кушать все альпера бьяки кутор опелю надо самоку горы постричи горит а что такое такая жара ему наверно так жарко и представляю сейчас девчонки привет мои кайтана девчонки сидим общаемся ждем кайтаночку она должна прийти темно да не видно да нужно пройти так хорошо у них здесь а я ему говорю сыночек почему здесь вот так нельзя а вон кайтаночка идет почему так не сделаешь почему вот так не приберешь почему вот это почему он начинает мне тетя я вот делаю мой отец там короче и ищет отмазки либо ничего не сделать давай уберите вот китра телефона по целлюльку делай твоему братику чё ты такая грустная чё случилось доча что-то ну что это аромат из 3 Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 кормить и моего большого ребенка кормить. Целую вас, люблю вас, уважаю вас, девчата. Берегите свою семью и ваша семья, чтобы берегла вас. Пока, мои золотые.